Если картину, написанную маслом, можно сохранить на долгие годы, то торт, расписанный масляным кремом, просуществует до ближайшего застолья. Кондитеры об этом знают и морально к этому готовятся. И вот этот яркий домик скоро тоже станет чьим-то угощением. Говорят, двум хозяйкам на одной кухне ужиться невероятно сложно, а вот кондитерам можно. Здесь у каждого свое рабочее место, инвентарь и свои, собственно, приобретенные продукты. Но есть в этом конкурсе то, что объединяет всех. Это тема, раскрыть которую очень важно. Самое главное, чтобы все изделия сегодня отразили тематику «Сладкое детство». Тема сегодняшнего конкурса, то есть детская тематика. Они будут изготавливать торт и три вида пирожных из различного вида теста. Павел Климентов работает поваром в одном довольно известном барнаульском кафе. Всевозможные салаты и горячие блюда у него получаются на ура. А вот тортами и другими десертами в основном балуются и только дома. Хотя на руках есть диплом кондитера, для Павла это первый профессиональный конкурс. Пирожное он решил сделать свое любимое с детства, легкое безе в составе белки и сахар. А торт будет совсем непростой. Я постараюсь сейчас успеть все-таки сделать кубик-рубик. Будет несколько видов мазури отражать кубик-рубик. Постараюсь гранулы, ну вот эти квадратики маленькие сделать, изобразить, сделать куб. Ну а начинка из чего будет? Хлебный он или коржами? Бисквитный и со сливочным кремом. Анастасия Агаркова захотела представить на суд экспертов фирменный торт по собственному рецепту. Тон будет шоколадно-мандариновый, украшенный фигуркой волшебного единорога. Кстати, его девушка делает из сахарной пасты и мастики. На практическое задание у участников 5 часов будет и теоретическое тестовое. Как вы думаете, кондитер это женская профессия или все же мужская? Это, я считаю, профессия того, кто любит поесть сладкое и любит накормить всех. Эксперты оценят вкус и внешний вид кондитерских изделий, но имя победителя официально назовут 16 августа. Тогда подведут итоги конкурса лучшей по профессии. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok